всем добрый вечер вы на канале голубика днепр и сегодня хочу рассказать о некоторых достоинствах недостатках плюсах и минусах сортов что самое главное для нас для того чтобы наши гортензии цвели чтобы они нас радовали и чтобы с ними было за ней было очень удобно ухаживать значит отмечу такую ситуацию у нас был ливень просто дошел нас либо вообще нету дожди и вот два часа шел бесконечно сильный мощный прямо стеной такой дождь и вот показал какие плюсы я отвечаю отмечаю в гортензии гортензия низкорослая среднерослая при ну такой средней подвязки вот она стоит фактически не изменила свой внешний вид показываю моего любимчика полярного медведя шапки намокли гортензия вся обвисла в самих соцветиях я отрушу бесконечно прямо столько много влаги столько много воды я даже не знаю как эти шапки столько воды в себя могли накопить но это еще не самое страшное самые верхние самые красивые мои макушечки вот они раз два и три не выдали не выдержали и сломались ну скажем так опять поникшая гортензия смотрится тоже красиво не это все равно радует и сейчас благодаря этим соцветиям я смогу сравнить и показать какую размеру полярного медведя и рыхлые соцветия как у других сортов отличаются соцветия вот достала я две красавицы из трех которые упали посмотрите высота соцветия сейчас я вам покажу это те которые сломал дождик вот моя рука среди вот соцветия да то есть где-то полторы руки ну сколько это будем считать 20 больше чем наверное 20-25 сантиметров теперь смотрите показываю вот соцветия белого медведя полярного медведя вот соцветия фрайс мельбы посмотрите какое вытянутая у фрайс мельбы и посмотрите какое толстенькое плотное у полярного медведя опять плотность соцветия полярного медведя какие здесь крупные цветочки у фрайс мельбы цветочки гораздо меньше и не такие плотные дальше skyfall не skyfall а это у меня silver доллар пышно соцветия бубончики у него есть у полярного медведя таких бубончиков не отмечается у полярного медведя смотрите какое заостренное соцветия у silver доллар более округлая теперь какой плюс-минус у моего фантома во первых плюс то что фантом зацвел раньше всех фантом считается одним из самых первых зацветающих вернее даже у меня он цветет раньше других гортензий но за счет того что он растет в контейнере что я ему оставила слишком много побегов размеры фантома не впечатляют то есть они с каждым годом становится меньше смотрим на полярного медведя как бы его не обрезала во первых он белоснежный позже зацвел посмотрите какое рыхлое соцветия у фантома я планирую фантом пересадить наконец-то в грунт обрезать все лишнее у меня тут хороший штампик а этот дать уже обратила внимание что чем больше кислого торфа никакой там опыта огородной земли тем лучше и сильнее растут ортензии теперь подхожу к монблану я уже рассказывалось про рассказывала про особенность монблана он очень похож на полярного медведя но посмотри полярный медведь исключительно такой трехугольный у монблана есть бубончики он бомблана как я говорила закручивается концу цветения смотрите ровное соцветие полярного медведя а у монблана идет все кик и заворачивается вниз кончик то есть вот таких и размер соцветий почти одинаково все равно монблана где-то на сантиметров пять больше чем полярный медведь дальше какие плюсы у доли минусы и плюсы во-первых все рыхлые соцветия вот такие вот мете мотыльковообразные они лучше выдерживают дождь то есть у них не стак собирается вода и поэтому если другие гортензии потихонечку разваливается то именно вот такие мотыльковые хорошо держит ливень но есть недостаток они быстро жухнут быстро цветают потеряет свою белоснежность и привлекательный вид но на фоне других ортензий тоже в принципе они зеленоватенькие такие интересненькие пушненькие то есть мне тоже нравится теперь по поводу бубо я рассказывала что у меня бубо растет я пожадничала оставила много у него почек вместо двух надо было ее резать слишком низко и соцветия бубон смотрите полярный медведь и бубу то есть в половину меньше опять у бубо цветочки очень маленькие у полярного медведя крупные у полярного медведя соцветия очень плотная у бубо такое рыхленькое такое воздушно даже ажурная такие ажурные цветочки не вот такие красивые теперь еще один растет у меня полярный медведь смотрите вот один в один прямо один в один брала в разных питомниках эти маточники вот с полярный медведь мне обманывают и рядышком посмотрите какой у меня лаймлайт цвет полярного медведя и лаймлайта он начинал зеленого цвета потом чуть-чуть становился беленьким и сейчас он остается и будет так дальше лаймового цвета сейчас немножечко где-то сутки цветочки мои просохнут я сделаю еще раз подвязочку развалишься кустов потому что нужно им вернуть форму но в целом конечно все таки ярусная подвязка гортенсии где-то в четыре яруса на колышек у меня были подвязаны меня устраивает то есть по сравнению с предыдущими годами то есть очень мне даже нравится как они держатся за свои опоры и чуть забыла про свою любимицу этого сезона это самарскую лидию посмотрите сейчас ложу белого медведя я наверное вот эти сломаны так и положу все равно не несколько дней еще полежат будут такие красивенькие то есть соцветия самарской лидии где-то 15-18 есть 12 сантиметров они тоже более рыхлые и смотрите какая интересная особенность если все метельчатые гортензии начинают краснеть когда становятся холодные ночи то самарская лидия начала краснеть буквально через пару недель после своего распускания сначала она была как и все беленькие вот у меня 2 еще самарская лидия и очень быстро быстро с розовой такие очень насыщенный и то та сторона опять же надо будет сделать другую подвязку растет в кислом торфе в прошлом году у меня она росла в опыт перемешанный с кислым торфом и больше преобладала опыта то соцветия были гораздо рыхлые таки тоже она покраснела тоже были но соответствие было не такое мощное не такое красиво не такой ярко в этом году соцветия более крупные и посмотрите то что находится на солнышке рассветка а то что там где не попадает солнышко но зеленые видите как красиво здорово правда даже если так немножечко забраться серединка тоже у нее желтенько там где немножко другое освещение там более темная здесь более светлая и такая макушечка как обычно у нашей фрайс не фрайс мили бы нисандей фрайс вылетела из головы ну представляете сейчас как у ванилы фрайс посмотрите кончик белоснежный здесь начинает она набирать цвета тоже мне нравится когда у гортензии есть бубончики это уже бубончик и каждый цветок по-своему нету ни одного похожего цветка тот белее тот крупнее тот меньше тот ярче тот плотнее тут рыхлее вот вот такие вот где-то приблизительно даже поменьше рыхлые были в прошлом году а в этом году более такие мощные посмотрите сейчас покажу какое соцветие в этом году это все благодаря питанию и тошу в которой я ее пересадила посмотрите какие мощные тоже больше чем моя кисть но конечно не такого размера как полярный медведь но еще один тоже пересортик я еще не определилась кто это у меня такой вот но фаник штамбик опять же у меня кустовая форма есть штамповая форма есть каскадная форма у меня еще и его образная форма штампов поэтому вот такие вот его образные кустики у меня прекрасно лежат во дворе вот и сейчас я украшу наверно свою гортензию вот такими вот сломанными соцветиями полярного медведя а вот еще наглядно тоже второе соцветие и вот соцветия неправильно подстриженного фантома какой еще особенностью фантома мало того что он рыхленький он немножечко начинает когда отсветает розоветь и вот тут у фантома еще такая есть пика сейчас она присохла обычно здесь такой зелененький пикообразные как стрелочка хвостик торчит то есть все соцветия белая а этот кончик время торчит выделяется такой как зеленая пика как можно еще отличить фантом и вот получаются размеры не уменьшающегося при любой стрижки полярного медведя и от неправильной стрижки фантома ну вот такую фотосессию я сделаю сейчас среди самарской эти соцветиями еще полежат несколько дней создавая эффект как будто бы они на самом деле здесь цветут и растут всем хорошего вечера вы были на канале а лобика нет